Фома неверующий, кто-то скажет вам в лицо, и возможно вы согласитесь с этим выражением, а возможно и нет. Откуда возникает данное высказывание? Да, конечно же, все мы знаем, за счет поступков того или иного человека, да? То есть нам, возможно, приходится не доверять, а иногда мы как-то глупо, по-детски, нелепо доверяем излишне и платим за это в прямом смысле этого слова. Начнем беседовать о доверии и недоверии сразу серьезного, вот сразу серьезного, чтобы настроить вас сегодня на хорошие поступки только и на доверительные отношения. У нас в гостях, давайте знакомиться, дорогие друзья, в студии специалист группы по взаимодействию со СМИ, УМВД России по городу Магнитогорскому Мария Марщакина. Мария, здравствуйте. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Ну и, конечно же, в первую очередь, согласно статистике, каждое десятое преступление совершается как раз-таки путем обмана и злоупотребления доверием. Какова ситуация в нашем городе? Магнитогорск не исключение. Ну вот просто, допустим, простая математика. За истекший период 2018 года совершено более 300 мошенничеств. Ну вот считайте, да, 4 месяца у нас это 120 дней. То есть в среднем 1-2 человека обмануты в день. Ну это очень много. Конечно, это только те, кто обратился. А еще есть те граждане, которые не обращаются к нам. То есть знаются. Да, они считают, что вот раз меня обманули уже, ну я сам вот допустил эту оплошность, поэтому не буду обращаться в полицию. Вот поэтому, к сожалению, к сожалению, мошенничество есть. И случаи совершенно различные. И жертвы мошенников это все категории граждан. Абсолютно. Начиная от пенсионеров, которым за 8-10 лет, то есть их обманывают, вот особенно это вот в предпраздничные дни переписывают данные, звонят из различных социальных служб, пенсионным фондам представляются. Это говорят, что идет перерасчет пенсии в связи с 1 мая, 9 мая. И сразу же спрашивают, получаете деньги на банковскую карту? Да, получаю. Все, диктуете все, вам положена компенсация. И пожилые граждане диктуют все цифры своих банковских карточек. То есть потом, что характерно для мошенников, когда идет звонок по телефону, как правило, мошенники не отпускают свою жертву уже до того момента, когда начали снимать они деньги. То есть вот в телефонном режиме человек держит трубку, можно сказать, что он уже просто вот попал в сети мошенника. И дальше человек слышит, что приходят смс-сообщения, но он не может посмотреть, потому что мошенник говорит, так, ни в коем случае не отключайтесь, иначе что-то не получится, что-то пойдет не так. И человек не отключается, а уже идут смс-ки, что списываются деньги с денежного счета. Он не видит, потому что что-то пикает в телефоне, и ты не обращаешь на это внимание. И диктует и пин-коды приходящие. И в общем, вот все, что знают, все рассказывают людям, совершенно не владея, так скажем, кто на том конце провода. Вот, правильно, где не надо, очень мы доверяем всем, что касается каких-то нам бонусных вознаграждений, каких-то копеек, каких-то подарков, все мы на это согласны. Но во всяком случае, я считаю, что какие-то официальные документы должны прийти, если там, опять-таки, индекс акции или повышение, либо непосредственно уже в отделениях того же пенсионного фонда. Конечно. И, как правило, когда они уже все это продиктуют, потом приходит социальный работник, вот последняя бабушка, да, и она говорит, приходила из вашей организации, она говорит, а никто не мог прийти. То есть все, человек понимает, что его просто-напросто обманули. Обманывают молодежь. То есть молодежь в соцсетях общается друг с другом, вот переписываются с подружкой, да, две у нас девушки. Подружка говорит, что предстоит операция дорогостоящая. Все. Они попереписывались, и уже мошенники взламывают страничку этой подружки, и от ее имени обращаются с просьбой занять денежные средства. Все. Та, естественно, не задумываясь, что кто ей мог написать. Переводят 14 тысяч на карту, а выясняется, что страничка подружки была взломана. Вот тоже. То есть вот жертвой мошенников становится любая категория граждан. А дети? Как детей касается? Дети в основном становятся жертвами мошенников в каком случае? Когда возвращаются, допустим, из учебного заведения, идут разговаривать по телефону, да. И здесь подходят более старшие, уже совершеннолетние жители нашего города, просят позвонить телефон, вот, и в дальнейшем просто-напросто убегают. И ноги, да, побежали. Да. Но были случаи, когда у нас тоже в соцсети с девочкой-подростком переписывались и тоже, значит, просили денег у нее, там, около трех тысяч, потому что она утеряла телефон, и вот за вознаграждение. Это старая схема про документы, когда ты потеряешь там паспорт или водитель, скажете, про какое время, хотите вернуть, давайте, вам же дороже будет восстановить, нежели вот здесь. Вот, вот провернуть документы, это тоже вот очень много таких случаев. Когда граждане сначала переводят деньги, потом ждут, когда им принесут документы, соответственно, никто документы вообще и не собирался приносить. Ну, то есть, наиболее сегодня актуальные платформы для мошенничества – это социальные сети и мобильная связь. Да, интернет. Интернет. Да, потому что мы там никого не видим, назовем так, сухой текст, взломать страницы. Как мы уже выяснили, за последний год это элементарно и просто. Вот в интернете молодой человек разместил объявление о продаже концтоваров. Ему звонит мошенник, называет адреса, куда, что привезти, все, привозят, говорят, ожидайте, сейчас выйдут, значит, это, все, все заберут, с вами расплатятся. Никто не выходит. Молодой человек все эти концтовары разгружают, ему звонят и говорят, да, ну все, можете оставить себе там какую-то часть. Вот. И приглашают приехать, так скажем, к другому входу организации по указанному адресу. Все, он туда приезжает, пока он ездил туда-сюда. Соответственно, эти коробки уже были просто-напросто пристроены, надежные руки. То есть вот тоже вот так же обманывают. Поэтому интернет это, конечно, вот просто. То есть мошенники, они там чураются каких-то там мелочи или крупные, им все равно, то есть собирают все подряд. Все равно, да. Такую даже концтовары. Если можно, наварился на карандашах, наверное, он там. Ну а как-то можно вообще от этого уберечься, как-то не попасться, какие-то, может быть, уловки, которые распознать можно сразу. И понять, что тебя обманывают. Конечно, можно распознать. Первое, на что нужно обратить внимание, я всегда говорю, отключите мобильный телефон. Вот вам позвонили, начинают вас обрабатывать. Отключите, дайте себе время подумать. Потом, поинтересуйтесь, допустим, мошенник, как правило, это человек, не житель города Магнитогорска. Он не знает нашу территориальную какую-то структуру. Да, мелочи города. То есть поинтересуйтесь. Вот я всегда привожу этот пример. Бабушка пожилая, ей тоже позвонили, сказали, что внук попал в ДТП. Это вот распространенная схема. О ней мы говорим практически каждый день, и все равно есть у нас потерпевший. Вот. Она просто стала уточнять, и человек сбился. То есть он называл сначала один адрес, потом другой, и она поняла, что ее обманывают. Поэтому вот уточните какой-то нюанс, который вы знаете. Мошенник этого не знает. Конечно, если вам начинают диктовать, бывает на что еще потом потерпевший обращать внимание. Вначале звонок поступил, и говорит, нужно перевести деньги вот в этот банк. Когда стали разговаривать, называется уже другой банк. То есть вот на это тоже обращайте внимание. Вот. Ну и я всегда говорю, возьмите паузу, отключите телефон, подумайте. Если вы что-то продаете, вы все равно товар будете отдавать. Правильно? То есть покупатель должен приехать за ним. Если вы что-то покупаете, вы поедете за товаром. Да, это минута ничего не решит. Конечно, конечно. Поэтому здесь вот только отключить телефон и вот обращать вот на это внимание. Очень часто бывает, говорят, нужно прислать сканированные страницы документов, да. И люди не обращают внимания, что, допустим, Челябинская область написана неправильно. То есть видно, что это где-то потертость, да, где-то вот ошибка. Да. Все, посмотрел, что да, вроде фотография, фамилия известная. Вот, то есть вот мелочи какие-то, но это время. Время. А здесь в основном на что играют мошенники? На то, чтобы человек получил какое-то вознаграждение. То есть ему предлагается чуть больше денежных средств и, соответственно, он соглашается. Ну вот еще я заметила, что такая тактика есть у мошенников ограничивать во времени жертву свою. Только здесь и сейчас, только сегодня действуют предложения. Не минутой позже, иначе потом вы не успеете сэкономить там 60% скидки. Поэтому ты должен экстренное решение принять, не боишься потерять или еще это. Да, они тебе не дают времени на раздумья. Да. И ты думаешь, эх, пропало все. Особенно это если человек еще, вот, к примеру, у нас был случай, когда семья находилась в одном из торговых центров. И жена тут ходит по магазинам, раз ей поступает звонок, что с сыном беда. Муж вроде бы тоже в другом торговом центре, ну вернее в другом павильоне. И вот она начинает вот здесь вот метаться к одному банкомату, к другому. Ее сразу начинают спрашивать, а вы получаете в одном банке, не в одном. То есть вот это все, и она понимает, что что-то нужно делать. Муж ее пытается остановить, семейный скандал. Ну, слава богу, вот он успел вот все это предотвратить, потому что она уже начала переводить деньги. И первую партию денег она уже перевела. Вот. Сожаление. Как правило, здесь еще что играет? Люди не могут дозвониться до своих родственников в этот момент. Либо телефон недоступен, либо родственник не отвечает. Так всегда. Да. То есть вот срабатывает, что называется, закон подлости. И все, и начинается паника. Очень часто разыгрывают пенсионеров таким образом. То есть звонят на городской телефон и говорят, бабушка, это там я, она сразу называет имя. И все, и человек. Потому что слух там плохой, там, Света, это ты, да, это я. И все, и мошенник уже начинает играть от имени внука. Все, сейчас подъедет Петя, я на работе не могу, а даже там тысяч десять. Есть, да, есть, все. Подъезжает совершенно незнакомый человек, деньги забирает, уезжает и все. Беда. Жалко, что стараются еще на пожилых люди разговариваться. Да, вот это самое обидное и грустное ситуация, конечно. Ну вот сейчас хотелось бы мне обратить внимание, сейчас будет лето. Очень много бывает таких фактов, прям по всей Челябинской области. Это снятие порчи. Вы знаете, вот летом почему-то порчу очень хорошо снимать. Да, только летом. Летом благополучнее всего. Да. Как правило, мошенницы поджидают своих пожилых жертв возле медицинских учреждений, начинают разговаривать, что, ну, естественно, раз бабушка идет из больницы, значит, что-то у нее болит. Нет, раз она бабушка, у нее уже точно болит. Вот, то есть начинают рассказывать про болезни, говорят, что снять порчу можно только, отдав все те денежные средства, которые есть дома. Избавить от зла. Да. И, естественно, что бабушки поддаются. Поэтому вот на это я обращаю внимание, что ни в коем случае не нужно разговаривать с незнакомыми людьми на улице, потому что они просто-напросто заговаривают. И дальше уже приходят к пенсионеру домой, а здесь уже, пожалуйста, хоть мошенничество, хоть кража. То есть показали купюры, все. Как правило, говорят, что обмен денежных средств, нужно переписать все купюры, которые есть дома у пенсионера. Соответственно, она достает этот полиэтиленовый мешочек, эти сбережения, которые она копила, да, во всем себе отказывала. И буквально простое предложение, что можно стаканчик воды? Все. Хозяин отвлекается, деньги уже похищены. Либо заменены на фальшивые. Эх, как все просто со стороны мошенников, да? Но надо сказать, что сотрудники полиции, вот очень часто меня спрашивают, реально ли задержать? Да. Вот последний факт у нас, задержан сотрудниками уголовного розыска, вообще он был задержан на юге нашей страны, этот товарищ. Он обманывал всю Россию, то есть около двух миллионов у него денежных средств, которые он похитил. Задержали его, установили. Вот, то есть он так и говорит, я просто играл на том, что люди мне верили. И я не просил много, я просил две тысячи перевезти мне на счет. С каждого по две, вот тебе два миллиона. Да, он представлялся высокопоставленным руководителем, и дальше уже просто почему-то люди доверяли, что если это вот высокопоставленный человек, то он обмануть не может. Вот, все. И дальше переводили ему денежные средства. Все элементарно, Ватсин. Как сказали бы все. Да. Ну и куда обращаться-то? Кому бежать? Что все, вот ничего не осталось. Сразу же нужно обращаться в полицию. Здесь опять же играет вопрос времени. То есть, вот предыдущий пример я приводила, бабушка к ней приходила, да, якобы соцработник. Настоящий соцработник пришла спустя 3-4 дня. Уже время ушло. Все. То есть, если вдруг вас обманули, нужно сразу обращаться в полицию. Я здесь обращаюсь ко всем нашим соседям. То есть, если вы видите, что к вашему пожилому дедушке или бабушке пришли какие-то подозрительные люди, разговор ведется про то, что нужны деньги. Очень часто пенсионеров еще ловят на чем? На том, что говорят, мы из другого города, вот наш друг попал в аварию, нужна дорогостоящая операция. Вы понимаете, у нас не полиция, ничего нет. Вот мы сейчас насобирали, нужно 1600. Вот мы насобирали 200. Может быть, у вас есть 1200, а мы вам отдадим 205. Вот, все. Пожилой человек, конечно, ну как не помочь, ведь жалко, да? Вот на это. То есть, если вы слышите, что с вашим соседом ведется разговор о каких-то денежных средствах, да, зайдите, проявите участие, посмотрите, кто вообще пришел. Вот правильно сделать, сразу же позвонить родственникам. То есть, я рекомендую всем тем нашим горожанам, у кого есть пожилые родственники, оставить свои номера телефонов соседям, которым вы доверяете. Вот. Ну и, конечно, нужно незамедлительно все-таки обращаться к нам. Ну да. Вроде бы простые истины, которые мы знаем уже не один десяток лет, да, что куда звонить, куда бежать, и знаем, что... Да нет, все же говорят, меня никто не обманет. Вот, к сожалению, к сожалению, вот так все рассуждают, что меня никто не обманет. И тем не менее, один-два человека в день попадается на всевозможные удочки. Ух уж эти рыбаки, в кавычках, назовем так. Будьте бдительны, будьте осторожны, будьте аккуратны. Смотрите по сторонам, не просто как-то проходите мимо или что-то там наблюдайте, интересуйтесь. Ну и не доверяйте незнакомым все-таки, то в конце-то концов уже. Мошенники останавливаются даже на улице, вот просто видят, идет пожилая пара, останавливаются, начинают разговаривать, а вот мы хотим снять квартиру. Все, и пожилые люди начинают заводить разговоры дальше уже. А проводите нас, вот этот адрес давайте, а пойдемте, а может чай к вам? И все, и все это понеслось, гостеприимство наше, открытая русская душа. Абсолютно верно. Ты сейчас меньше мне говорите, то подумаешь, что это я все делаю эти махинации, в принципе. Да, ну что ж, огромное спасибо. Спасибо большое. Мы хотим сказать вам, да, у нас в гостях, напоминаем, дорогие друзья, была Мария Марчакина, специалист группы по взаимодействию со СМИ ОМВД России по городу Магнитогорску. С вами не прощаемся ни в коем случае, мы продолжаем набирать обороты. Настало время для нашей интересной рубрики, которая демонстрирует национальную кухню. И сегодня, вот, я вам понравился, очень неожиданное блюдо, вот вообще ни разу не пробовали. Называется оно мясо. Давайте смотреть.